В поисках Йеннепер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка обережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Раз-два, раз-два. Три-четыре, нихуя себе. Да ну нахуй. Че, слышишь на меня чешок? Че, мы обряды. Смотри, что у него слезо. Ты пускай омерю эту. Дед, хреб не жди. Ай, дроми, лавн, 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 лавн. И как петух без головы. А какого хуя? Чтобы отчизну нашу на делянке порежу, и своим раздать. Вот, а как сделать, чтобы грубле было слышно? А ты вообще, вот первый раз играешь, и какой? Че? Ну, ведьмака вот это. Не знаю, какой раз. Да хуя какой раз. Ну, типа ты проходил ее, да? Да. Ну, тогда неинтересно. Это... Как она называется? Да я уже забыл все. Так что интересно будет. Это... Да как сделать, чтобы сыгру-то было слышно? Ёбаный карась. Иди попей, иди с кем-нибудь. Миша, да. Да без звука, нормально, иди поделись с кем-нибудь. Я какой-то еще. А, ты на харде играешь, надеюсь? Но на сложном. Отойди приблуда. Покуда у нас пиво в кружках. Отойди приблуда, покуда у нас пиво в кружках. Не скисл. Так, что же выбрать? Говори быстро, пидор. Я была жива. Была тут женщина. Ты можешь не озвучивать, мы умеем читать. Мы подматриваем, подожди. Подожди. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, так летела. Так летела, так летела. Куда сборовка на воспихнула. Куда поехала? Да поехал. Не знаю. Из нас больших шага дороги во все стороны идут. Люди, ведьмакумики, ведьмакумики разум отнял. У тебя язык от него, если не заткнешься. Если не заткнешься, хуёбок. Увы, тренируется озвучивать. Видишь, как успокоился сразу. Пиздец. Так, где-то тут был челик. О, кот, биться будет. Бля, че у него с лицом, сука? Еще чего-нибудь? Саппейс вызвует. Прощай. Ебать, беги отсюда. Просто что это? Только у каждого цвета свои фигуры. Это нечисть, ее надо убить. Как это подфиксить? Мне интересно. Может, лучше войну сыграть? А то, покуда вы не эту свою игру, все нормально, к сожалению. Уже стемнеет. Пустая трата времени. Пустая трата времени. Скорее, земля станет вращаться вокруг солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейерт, заслуженный профессор академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. Вот, скачай игру Dragon's Dogma Dark Horizon и поиграй на высокой сложности по стриму, я бы посмотрел. Ну, я сам ее прохожу сейчас. Просто как-то там материться будешь сидеть, вот это доебанное все. Вот это. Нет, на это вопрос времени. Ну да, Войду нужны такие игры, в которых он смогли поймить. С другой рядани. Они облизываются на город, как псы на мозговую кусту. Там типа как Dark Souls, короче, только... Ну тоже тебя, типа, бежишь-бежишь, хуяк и умер. Я очень хотела сказать, как его играет Dark Souls в Dark Souls. Особенно ученые. Сражаться можно не только мечом. Не забывай, что архитекторы нашей академии спроектировали городские стены, которых еще не сокрушила ни одна военная машина. Бой, где профессиональная озвучка? Не ожидал встретить здесь ученого. Я так понимаю, ты бежишь от войны. Ровно наоборот. Ровно наоборот. Я еду на фронт. Прикинь, да, звука у него нет, и он так почитает там сидя. Я милее жизни. А сидя за книгами, их не добудешь. Я хочу увидеть агрессию Невгарда собственными глазами. Понять ее. Понять ее. Я писать. Это будет мой опус магнум. Возвращайся лучше к своим книгам, пока не поздно. Война это не забава. Здесь не будет выездных сессий, списка опечаток и прочих несрочных диссертаций. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же, я гражданский, безоружный. Соблюдаю нейтралитет. Соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Сапоги. Что? Что? Тебя за сапоги зарежу. Тебя за сапоги зарежу. Все, пизда. Так, вестница войны кто? Вестница войны? О чем это ты? Скучно. Иди убавь кого-нибудь. Люди говорят, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина. Такая, как ты описал. За ней движется ворок, салатом, который не дорогой ждет несчастья. Долорус, ты тебя грешила. Ты еще сам из них, где ее в последний раз видели. Ну если классные болты давай. Сейчас знаешь, что будет? Сейчас будет гвинт. Нееет, не они же гвинт, блядь. Погоди, ведьма. Мне кажется, ты гражданин мира. Не подбатривает рейта и избавляется от зрителей. Нет. И у меня нет времени учиться. Я третьего ведьмака доиграл там до какой-то первой или второй деревни и удалил нахуй. Такая хуета. И еще этот гвинт, блядь, просто ебан. Не знаю, чем так это всем нравится. Ладно, вот смотри. Вот что это? Надо выбрать карты, да, я так понимаю? Вот что тут надо делать, объясни. Я вообще нихуя не понял. Смотри, слева карты обоссанные, да? А вот справа карты, которые надо кинуть сюда, чтобы они не очень обоссанные были. Ну допустим, рейндж, детмальт, так, артиллерия, три бушет, эту всю парашу по 6 берем. Пять, вот эту всю берем, ну, выбора хули нет вам. Шпиона берем, целителя берем, эту всю парашу берем, берем, вот этого чувака берем, их два нормально. Так, вот этих, подожди. Так, карты отрядов. Берем, бон, пикстура. Пикстура. Блядь, а что же делать там? Так. Ну, понял правила. Походу, все придется брать, потому что надо... Подожди, карты отряда... Не, я знаю, как в карточные игры играют вот эти все, да, карт-стоуны, прочее. Я просто не понимаю тут правила, какие в этой игре тут ебнута, как-то все. Слушай внимательно, я тебе объясняю. Вот смотри, вот это я сейчас неправильно сделаю. Я, короче, наоборот, из колоды, короче, карты ебучие, короче, засунул. Подожди, вот смотри, надо, чтобы было здесь 22, тогда заебись, можно играть. Так, что мы возьмем обратно? Мороз, пусть... Так, подожди, что-то, что-то, что-то у меня. Походу, все придется брать. О, так, Пихтру. Надо кого-то убрать. Плохо какого-то. Вот это пехотинца, босс. Убьем. А Пихтру возьмем. Их, получается, две, а не усиливать друг друга. Пихтра! Так, а что еще можно? Допустим, если Димороз убрать. Углу уберем. Слишком много нам не надо этой параши. Ясное небо. Берем, берем. Чтобы шанс, что карты выпадут с очками, больше был. Ну, допустим, специальную карту. У меня только Мороз. Лидер. Тыкаем на лидера. Так, че он? Возьмите мглу и сыграйте эту карту немедленно. Блять, а другого нету. Ну и ладно. Короче, нажимаешь начать игру. Появляется вот такая хуйня. Противник ходит первым. А, можно поменять две карты. Вот я, допустим, такой смотрю. Вот этот хуй плет какой-то слабый. Хуяк поменял. Смотрю дальше. Блять. Гному поменяй. Гному хуйня. Гному поменял, короче. Сначала раунда. Давай, ход противника. Похуй, давай, ходи. А, у него не лидгардс. Наш ход. Вообще, есть такая хуйня. Спасовать в первом раунде. Вот он начинает хуярить. Скорпион там, блять. Тебе надо чё, теперь тоже поставить баллисту или нет? Мне нужно... Второй раз, чтобы не проиграть этот кристалл второй мой. Нужно, короче, чтобы у меня очков было больше, чем у него. Вот он хуярит. Пять, четыре, блять. А, очки как высчитываются? По сумме карт, что ли? По сумме, да, на карте циферка. Вот у меня один и четыре. Вот у него там сворачивает это. Так, ну допустим, ставлю дальше. Буду до конца переть, потому что... А, вот смотри, он спасовал, как долбоёб. И просто мне нужно сейчас, получается, шесть очков, чтобы было двенадцать. Тогда я выиграю. Я просто ставлю одну карту. Две двенадцать. Две двенадцать. Две двенадцать, да? Да. Она, кстати, усилилась этим типом. Ну и вот. Я, получается, выиграл этот раунд. Я пасую сейчас. Он проёбывает. И остаётся последний раунд. У него шесть карт. У меня шки. Так, почему-то мне этого типа дали. Ну нормально. Ну вот, допустим. Ну и всё. Вталово, ебашка. Нифига не поняла, но очень интересно. Блядь, то есть ты просто карту ставишь, смотря на их стоимость, а не обилки, что ли? Почему? Обилки тоже смотрятся. Но это дальше уже. Это, блядь. Тут, понимаешь, тут не все карты. Тут, допустим, есть шпионы, которые ставятся на ту полоску. Вот если с ним сейчас ещё раз сыграть, может, выпадет. А когда он ставится на его полоску, он ему очки даёт. Но мне даёт из моей колоды две карты случайные. Вот. Это вообще... И там могут ещё шпионы быть. И, короче, целители. Короче, там такие мутки. Ну, пиздец, это долго рассказывать. Ну, вот он, допустим, сейчас заморозил и своих, и моих. Ох, ебаш. Главный. А если ты пас нажимаешь, ты вообще перестаёшь карты выкладывать? Да, да, перестаёшь карты выкладывать, и он доложит, что у него есть. Вот у него сейчас одна карта обоссанная. У меня четыре очка. Получается, у меня две артиллерии по шесть, и артиллерию уменьшает только ливень. Вот такие же эффекты, как мороз, допустим, миликов, туманы, рдд, а артиллерию вот этих, ливень, короче. Ну, сейчас просто хуярю, он последнюю карту ложит и обоссывается. Вот у него обоссанная карта, милик, блядь. Всё, там одно очко даётся, которое в морозе. И всё, я могу даже сейчас пасовать. А вон вправо чё такое? У него десять карт, а у тебя двенадцать чё-то. А это которые в колоде лежат. Ну вот, видишь, победа. Первый раунд я проебал, второй раунд выиграл, и третий выиграл. Так-так, ты оказывается только в этой игре. Если доведётся побывать во Ксюрфурте, ты захочешь сыграть с настоящим мастером. Сыграть с настоящим мастером, спасишь ты, он вроде простой кабачи, а в Гринт обыграть любого. Я запомню. Спасибо. Помню, спасибо. Это самое интересное будет. Блядь. Тово интересно это в Квинт играть в следующем городе? Нет, мне надо как-то это загуглить, хуйню, чтобы пофиксить вот эту парашку. Мне не нравится вот это, у меня почему так красиво. А по-моему красиво. Я ищу женщину. Я ищу женщину. Как и все. Нет, не как все. Нет, не как все. Это пахнет в сирене и крыжок. Крыжовником одевается в чёрное и белое. Два шнапса. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Ладно, выпью. Давай лучше к делу ты её. Давай лучше к делу ты её видел. Я не Фер из Венгерберга. Я не говорил, как её зовут. Но хорошо её писал. Но хорошо её у меня так. А у меня так. Если я хоть раз что услышал, то никогда не забываю. Кто ты? Аршивый бродяга. Аршивый бродяга. Юнтергудин. К вашему слову. Бродяга это теперь профессия? Я теперь профессия. Когда-то я торговал зеркалами. Потому весёлая молва отрестила меня так же, господин зеркало, и стеклянный человек. Откуда ты знаешь Енифь? Откуда ты знаешь Енифь? Что за вопрос? Что за вопрос? Без баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии, и ты коснулся к великому. Ну, если только ему не повезёт, так же, как мне. И он не нарвётся на очень терпеливого ведьмака. На самого Гералька из Ризри. Мешка из плавники. Мешка из плавники она. Меня ты тоже знаешь. Мы тоже знаешь по балладам мастера Лютика. Твоё здоровье. Твоё здоровье. Ты видел Енифь? Ты видел Енифь? Почти, но... Я просто обязан спросить. Речь идёт о любви. Ты угадал. Это любовь. Это любовь. Я так и знал. Я так и знал. Говори, что знаешь. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Енифь. Кто бы мог подумать? К делу. К делу. Разведчик Нильфгардского гарнизона её видел. Где? В их лагере. В их лагере она ворвалась туда в Срединоси. Чёрная и белая. Крыжовник и... Крыжовник и... Да, я знаю. Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. И помчалась дальше. Куда? Куда? Я не всеведущий. Я не всеведущий. Спрашиваю в гарнизоне. Спасибо. Что тебя так рассмешил? Спасибо. Мы люди с больших ассо. Интонас ты хорошо выбрал. Нет, я озвучку не слышу. Я слышу, как ты читаешь. Как ты будешь по близости? Ну вот. Я не могу повторить точность их интонасу. Но там к тому, знаешь, что... Старайся. Он... Нет, оно надо заранее. Это не делается с первого раза. Вот он, понимаешь, он говорит такой с напором. Ну, она ушла. Куда? Такой... А то, блядь, я не всеведущий. Ну, этот тип, если кто не в курсе, он в этом дополнениях. Каменные сердца появляется. Этот Гюнтер один. Так, я вроде со всеми попиздил. Сейчас будет мордобой. Ты хотел мордобой, да? Ну, давай. Нет, это охуенья не мордобой. Я хочу нормальный файл. Я хочу кем-нибудь хайловела попиздить. Сейчас, погоди. Покажи скилуху. Да, упердывай. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Нам здесь таких не надо. Все, смотри, начинается. Я вам ничего не сделал. Успокойся. Успокойся. Мама. Правда. Ничего. Не сделал. Уже с чарами лезет. Суши с чарами лезет. Хватай его. Хватай его. Я забыл, как биться. Иди, иди сюда. А твоей жопой я сам займусь. Твоей жопой я сам займусь. Больше чему ты жопу не озвучиваешь. Да какая жопа я, блядь, проебать же не могу. Блядь, жалко в Вовке не эту реплику персонажей. Типа хуяришь Лича, и такой у тебя персонаж орет. А твоей жопой я сам займусь. Это Макрос называется. Так, погодите. Сейчас быстренько настроим видос, видео, чтобы, блядь, общая хорошее дело. На этом моменте, я думаю, я на минут 15 уйду. Не теряйте меня. Верти синхронизации, да, вроде как, цель есть. Hairworks. Hairworks выключена. Так, Hairworks. Ага, чё это, блядь. Давай. Так, NVIDIA Hairworks. Главное, я пойду в свою игру по шпилю. Число персонажа на экране пониже. Качество тени низкое. Качество рельефа. Средний. Качество воды, ну, ху, знаю. Пускай нет. Бой ты чай, я буду слушать, только в стрим не буду смотреть. Можешь что-нибудь так рассказывать. Ладно, ладно. Ветеризация, парадный курсор, чё это такое, не ебут. Пуст обработка, блядь. Вот это я не знаю, чё это значит. Нет. Затемнение, пизду тоже не надо. Глубина кадра. Такую, значит, такое, выключу, нахуй. Хроматическая аберрация, тоже. Виньетирование параши, какая-то. Световые шахты. Это типа лучи, да? Выключим, нахуй. Так, чё ещё? Повышенная чёткость, высокая. Да ты охуел? Давай поставим. Низкое, нахуй. Свечение. Сглаживание. Размытие, блядь. Куд просыжен. Ладно, пускай эта параши пока стоит. Уж так поудачнее будет играть. Так. Тут, короче, такая хуйня. Так, чё это? Рюбзак. Так, мне парашка какая-то лежит. Монстры, пойму монстров пойти поблизить. Первый уровень, второй масштабницы. И квесты какие-то где-то есть, точь. Всем привет. Привет. Здорово. Всё-таки сейчас я, блядь, плотный, вон. Видео, просто обработку эту хуйню поубираю, а всё, блядь. Ну, так получилось, чё? Давай, папа. Ну, всё-всё-всё. Держи. Не, блядь, мне вот это не нравится, у меня она как-то, это Викси. А не гостера. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя напострижено на рекле. И вообще, что за имя такое Дерва? Нильфгарская. Бабка моя была из Назаира. Пошла. Ну, вот, значит, за какие-то... Лишь на полях Нильфгарской страны, МГР-император наделал штаны. Блядь, не прочитал. Смерть захватчикам, слушай, слушай, честный народ севера. Если жаждешь ты свободы, если готов с оружием в руках биться за родину, уходи в леса. С каждым днём сила наша растёт. И совсем уже скоро мы покажем нильфским крысам, что народ Тимерия не склонится под вражеским вермом и не сдастся без боя. Если сердце твое болит с золотые лилии на синем, если ты скорее умереть согласен, чем жить рабом у чужеземцев. Во имя отцов наших, что пали от рук нильфских чудовищ, подсоданным ради душ тех, кто сложил голову под брены к оружию одолжить плуг. Эй, мужики, кто может плуг одолжить? А то я свой об камень в поле погнул. Да так, что если и чёрта в него запрячь, то всё одно поле не вспашешь. Рад зим. Здесь возьмём. Блядь, урольки нильфгардского. Давай-ка поучимся. Хайл Херзайр. Эр Иглой Р. Арт Фиаин Эснар. Ебануцем. Не понимаешь, что написано, и неудивительно, ведь это по-нильфгардски. Но, скорее, скоро весь мир будет говорить на этом языке. Так что лучше начать его учить уже сейчас. А наш покорный слуга поможет в этом за небольшую плату. Эрнест из Викавара. О, где же ты, брат? Бастиен, мой брат, ушёл воевать с чёрными. Думается, он участвовал в битве, что случилось неподалёку, а после неё и пропал. Не он один, скажете, и будете правы. Но если он убит, а очень на то похоже, я хоть похороню его по-человечески, по обычаям наших предков. Я бы похоронил его под холмом, где лежат уже наши родители, чтобы не оставлять его тело на сиденье трупоедом, что рыщут по полю битвы. А потому требуется храбрец и мастер меч обмахать, чтобы согласился вместе со мной сходить поискать Бастина. Много я не заплачу, потому как нечем, но благодарность за труды обещаю жадничать и стану. Кто захочет помочь, загляните в разрушенную хату у дороги на Белый Сад. Сразу у моста. Да, я там остановился. Дуни Виндервельт. Виндерверт. Наверное, когда в первый раз играешь интерес. Войт, Войт. Да. Качай эту игру, которую я тебе сказал. Попиздишься там, заебись, охуеет. Если ты тем более Ведьмака проходил, какой интерес его еще раз играть? Что за игра-то там, про что? Я тебе сейчас напишу, наберешь, посмотришь. Заказ лихо у колодца. Добрые люди, я знаю, что сейчас война и у всех свои беды. Но вдруг кто решит помочь человеку в отчаянном положении? Все знают колодец у разрушенного хутора. И лихо, что тот колодец сторожит. А если не знаете, так меня спросите, я расскажу. Так вот, кто это чудище прочь от колодца прогонит, получит от меня толстый кошель золота. Поспешите, поскольку дело это важное и не терпит отлагательства. А да ладно. Ой, вон, в дискорде написано, Дэв играет в эту игру. Дэв играет в эту игру. Дэв играет в эту игру. Я не слышно. Че? Че не слышно, слышно? Все, просто отмельчу. Вырывай. Чего надо? как дела спросил мне вот не нравится по какой причине не записывается не транслируется звук с игры в дискорде какого это вообще будет как так зря на чтоб ты озвучивал играть себя подыгрывается вот лишь у меня не хавчика ничего нету 0 хавчика чё делать голодать диета ну что она весна один хлеб ну так его съешь и все ты любишь сверчков ты их грызешь или глотай а ты любишь сверчков ты грызешь или глотай мне мама не позволяет с чужими разговаривать я так попекал от анимации чисто весь куст обгрыз лишь бы нам солнышко светило лишь бы нам солнышко светило дайте жрать суки так она блю собирает еще тары ну где хавчика вечер неприятности и расти оса 3 не white чего ты на соус сколько примерно к дэшик делал души на шемка ой бля я не помню смотрите пока подозрительный да я еще собрал смотри еды набрал сухофрукт вообще жить можно теперь примерно три полных 25 герой вот вор но хули делать там давно года с пола не подобрал вот у мальчика чего-то с еблом он говорит не смотри на меня так и поделать но как на него смотрите если у него рожа такая это по-любому нельзя взять поишни пизделей он спинок тебе придет как это спинок попробуй ты же дерзкий я и и и и и и и и и Неприятности ищешь? Неприятности ищешься Неприятности ищешь Неприятности ищешь Эй, есть там кто? Что-то шевельнулось. Есть там кто? Ключ потеряла бабуся Ключ потеряла бабуся Сковородку Нет, сковородку Видишь ли, этот дом всегда стоял пустом И вдруг в ночь перед битвой Приехал сюда какой-то благородный господин В годах И вошел как к себе Стою я у окна, чтоб посмотреть Что дальше будет Он должно быть меня приметил Потому как гляжу, а он ко мне идет Схватилась я за сковороду Чтобы если что Защититься А этот вежливо так спрашивает Нет ли у тебя бабушка березовой коры Ягод черемухи Или хотя бы несколько угольков Нет, говорю А вы должно быть на голову упали Чтобы по ночам такие глупости У людей вы спрашивали Только вижу Он совсем меня не слушает А все на сковородку пялиться Как сорока на ложку Одолжи, говорит бабушка Отдам с утра Удивилась я немного Что он там в подьмах жарить собрался Ну, сердце-то доброе у меня Вот и дала Очень интересно, Михаил Бене И что было дальше? Под утром в дом приехал еще кто А утром в дом приехал еще кто А утром вышел только тот, первый господин Закрыл дверь на ключ, сел на коня И только я и видела И его, и мою сковородку Она старая была, черная Черная отца Потеря-то вроде небольшая Но другой-то нету Может ты мне подсобишь, золотик Принесешь сковородку, бабушка Принесешь сковородку, бабушка Сама-то я эту дверь не открою А по правде сказать И идти туда боязно Потому как из-за двери Такой смрак бьет Что я думаю Вот второй Он должно быть там Лежать и остался Заказы на сковородку у меня еще не было Заказы на сковородку у меня еще не было Ладно, скажу поищу Лучше подожди здесь На всякий случай Сломать запертую хат Тело. Понятно, откуда запах. Треснувший монокль, интересно. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Удушек, городок, остальное старый шрам, надо чтобы я бабка золота. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. О, чертеж, ударный пол, заебись. Сковородковой. Какие-то документы сожжены почти в готлах. Некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Изволь, сука, являться, если сам встречу назначил. Я прихожу, представляюсь, рискую шеей и всей нашей грёбаной операцией, а там только стужа и ёбаный ветер. Я думал в Нильгарде порядок, а вы – нечитаемо. И передай своему генералу, что я и мои товарищи не обидчивые, от переговоров не откажемся. Но раз уж вы всё проебали, теперь мы будем выбирать время и место следующей встречи. Нечитаемо – это такое оскорбление экзотическое. Ну что, нашёл сковородку. Типа ты, нечитаемо. Вот ты, бесценная сковорода. Вот ты, бесценная сковорода. Только драйная дочерство. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашёл сковородку. Этого ёбаного таинственного господина я знаю. Ты тоже знаешь. Бабки состала возьми. Бабки забыл. На столе же не жить. Бабки. А, загасить там написано? Это воск. А что жёлтый? Это воск? Да. Почему как монетки выглядят? Я наркоманка? Да. Хорошо. Это. Ты знаешь, кто это написал записку эту? Нет. А почему это ты не знаешь? Я же не шарю. Я молодой, неопытный. Бабки отдай сковороду. Сейчас погоди, блутать надо. Булки позорные. Даша, блутаешь, нас ждёт. Прошу, твоя сковородка. Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся чёрная от Сажи. А в эту я бы смогли, я бы смогла, если б хотела. Если б хотела. Только уж год. Этому господину была нужна именно Сажа. Он её счистил и сделал из неё тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А-а-а. А тот второй? Мёртв. Мёртв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую. Не говорите об этом деле Нильфгардсен. Погоди, погоди. Погоди, погоди. Тебе кое-что в благодарность причитается. Возьми, сыночек, на дорогу. Может, она еды даст? Блядь, она еды даст. Как сыч. Смотри. Получила хлеб, сок. Ну, класс. Покормила. Хорошее. Ну ты голодный ходил, всё правильно. Нужный квест. А чё, ну тут. Бабка молодец. Давай чё, карта мира, да? Чё, куда едем? Давай, указывай. Я? Ну. Я ж не шарю. Вот смотри, вот тут что-то опасное, наверное, да? Хуй знает. Надо в опасное ехать, это Долореса скучно. Долореса вообще в другую игру играет. Усыпался, сынчик? Какой-то... Этот самый... Я вас слышу, я просто без микро. У меня на контрол там скиллы. Ну, допустим, можно сейчас простенький квест сделать. Допустим, вот этот, да? А тут ещё... А, это лихо. Вот этот. Сейчас пойдём гномы ебучим. Люблю ебучим гномы. Мне нравится, тут по дороге тебе вообще вот не бежалось? Тут фроват. А дуванчики собирай. Чертяка, змеи-глазый. Чертяка, змеи-глазый. За что позали? Да. Какие ёбло, я не могу. Не, это вообще не нравится. Почему так использоваться? А мне по-моему очень нравится. Вообще прекрасно. Не знаю, что ты ожидал, но получил ты вообще прекрасную игру. Что-то вральное. Не смотри на меня так. Не смотри на меня так. Девочка, а это мальчик или? А не важно. Смотри, оторву себе. А по лицу непонятно. Вот этот мужик сказал урод. Ну-ка. А он себя вообще видел, нет? И кто тут урод? Урод. Ты мне напомнила майора Пейна. Ну что, урод? Здорово, говорит, шары бильярдный. 50 лет труда. Все, на смарку. Что здесь произошло? Что здесь произошло? Да вот кто-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузину. Отлескивала так приятно. За одной колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось? Баран. Спали мне алуху. Мастерскую. Все я потерял. Все. Мерзкая, язвительная жаба. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Ты всюду живаешь? Я живу здесь полвека. Думал, они меня своим щеной. Они меня своим щеной. Все поменялось. Все поменялось. Все пришли черные. Я единственный кузнец в округе. Что приходится и на гарнизон. Работа на гарнизон. Влипаю пугнутые. Панцир. Отковые ставлю. Все такое. Все такое. Нильфгарцы не платят, не гороша. Дают только материалы и приказывают. А люди не верят. Они думают, что я богатей на их несчастье. Сплю на кучу золота. Вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать. Перестали со мной разговаривать. Плюются при виде меня. А теперь вот это. Теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось. Но я дам тебе все. Лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хат. Я там потом поглядел, никаких следов не нашел. У меня же нет кошачьих глаз. Ладно. Удачи. Самое плохое, что в нем есть, это то, что там нет этих линз зачетных. Там самое плохое. Я как-то включил этот ролик на ютубе. И там минут пять идет он. И весь все пять минут Генри Кавилл из дубляжа мычит. Ну вот так. Хм. 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 Ну да, 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 да. Ебать, я бы... Пиздец. Хуня, честно. Он, ну, подходит для роли. Супермен, заебись. Он мне конечно, что подходит. Ну, блядь. Классно мычит. Ты с Жибровского видела в роли ведьмака? Видела. Ну, не знаю. Мне Кавилл нравится. Кавилл, блядь, нормальный пацан. Но, сука, он не ведьмак. Какой? Что он? Не ведьмак он. Не знаю, мне кажется вообще прекрасный. Короче, я тут вроде как квест сделал. Смотри, что-то красное. Давай понюхаем. Хм. Хм. Понюхай, лезни. Ну, как сейчас это работает? Сружка отогнива. Поджигатель, похоже, зажат. Здесь фуфел бросил его на крышу, а потом вошел в сторону сада. Следы сапог мужские большого размера. Следы говорит, давай понюхаем. Смердит человеческой мочеводкой. Зноток. Нажрался, обоссался. Все логично. Пока ничего интересного. Все то же самое, как обычно. Иж следики, следики. Ём, ём, ём. Реально натоптало, как будто он прям давил на ногу. Он снял башмаки и вошел в воду, и, видно, хотел запутать следы. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы. Он сумел убежать. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Алкашня. Следы ведут обратно в деревню. Если ты ведут обратно в деревню, лучше поболеть, чем духа потревожить. Не вошла кровать. Вошла кровь. Не сильно, рана была недолбокая. Ты такая роженца смотрит, конечно. Вот и снова увиделись. Благодарю за спасение. Без вас мне б конец пришел. Люди всякое болтают о ведьмаках. А я всегда говорил, это ремесло порядочное. Вижу, товары ты сберег. Теперь жду, пока починят повозку. Время идет, убытки растут. Не нужно ли вам что-нибудь? Отдам за полцены? Я отойду ненадолго. Дай-ка взглянуть. С папч рас reseли! Увидимся! Увидимся! Продолжение следует... 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 Подъем! Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не белка? Ты? Я с твоей матерью ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил, но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю. Я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказаны. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение, собака. Значит, обойдется без суда. На дерево его. На дерево его. Это реально спорная луня. Но это как косарь ГП. Суровая кара. Но заслуженная. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок придут. Научить этих лудрей манерам. Но да не важно. Моя награда. И кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела? Кое-что могу выковать. Так что если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Да. Фиксить надо, короче, эту хуйню.